Ну а вот теперь давайте обсудим уходящую политическую неделю и попробуем спрогнозировать события следующих семи дней с нашими гостями. Это Александр Ирич Медирова и Владимир Фисенко. Сегодня в гостях у подробности недели, за что вам большое спасибо. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, неделька выдалась бурная, согласитесь. Я, кстати, еще в начале недели не думал, чтобы она будет такой насыщенной политически. Нам есть о чем поговорить. Первый вопрос к вам обоим. Вы верите, вот честно, что Надежда Ставченко готовила военный переворот в стране? Для начала хочу отметить, что это не бурная неделя, это бурный четверг. Потому что, судя по вторнику, когда не смогли принять даже повестку дня, несколько раз говорила о том, что контрпродуктивная работа в сессионном зале и нечего ждать каких-то глобальных прорывов. Кадровые распасы, которые произошли, мы увидели, они тоже готовились не один день и даже не один месяц. Соответственно, это уже дожималось до последнего. И на все болевые точки нажали, чтобы состоялось. А глобально ситуация по Надежде Ставченко перебила часть информационных поводов. Еще как перебила. Была эта ситуация по НБУ, отставка Гонтаревой, да, то, что ее отпустили, наконец-то, отчет, Смолиев. Мне казалось, что это станет, наверное, пиковой точкой, максимально интересной. Там, дополниет, конечно, омбудсмены, счетная палата, но в целом вот это будет главной топ-новостью. Но тут мы видим, что не так сталося, как гадалось, как кажутся украинской мовой. Поэтому удивила во многом ситуация, причем, наверное, даже не так сама Савченко, как рассказ о том, что готовилось. Мне кажется, что таки хедлайнером стал Юрий Витальевич Луценко. Именно по его версии начали разворачиваться события. И вот так уже то, что мы знаем на сегодняшний день, и до сих пор разворачивается. Потому что версии множатся, плодятся, какие-то детали появляются. И думаю, что это еще не финал. Владимир, вы верите и ваш прогноз сразу же. Закончится ли это дело судом? Или, как всегда, все неоспоримые доказательства у нас закончатся большим пшиком? Кстати, я скажу, что бурная неделя еще не закончилась. Нас ожидает интересное воскресенье. Акция. И, кстати, о Савченко. Вот для меня интрига, выйдет ли Савченко на трибуну этой акции. И к чему она там будет призывать, если выйдет. Но это такой небольшой квази-анонс. Вы работаете промоутером, а с Савченко я не могу понять. Нет, я не работаю промоутером, но такая интрига, я думаю, существует. До суда дело дойдет? Что касается самой вот этой истории, я вполне допускаю. И вот почему. Психологический фактор. С одной стороны, и Рубен, и особенно Савченко, это люди склонные к различного рода авантюрам. Савченко это человек войны. Для нее война, неважно где, в Ираке, на Донбассе, война против Путина или против Порошенко, это состояние души. Она хочет, готова воевать. Поэтому мало кто удивился, когда появилась информация о гранатах в сумке Верховной Раде. Ну и так далее. Дойдет ли дело до суда? Вопрос, когда и чем это закончится. На этот вопрос пока ответа нет. Потому что есть даже дилемма. Арестовать Савченко, задержать ее, это сделать из нее жертву. Юридически в этом будет необходимость после всех выдвинутых обвинений. А вот политически это создает определенные проблемы для нынешней власти, еще дополнительные проблемы. Поэтому, скорее всего, это дело будет двигаться, но очень медленно и под деформированным влиянием предвыборной ситуации. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Александр, вы сказали о кадровых пассианцах, которые готовились, конечно же, все мы знаем, несколько месяцев. И вот в один этот четверг они выстрелили. Цена вопроса была омбудсмен, глава счетной палаты, глава Нацбанка. Это была все-таки разовая акция, вы думаете? Или может быть шанс на конструктивную уже, наконец-то, работу в коалиции? Ну, скорее пробный шар, действительно, по кадровым вопросам. Тем более, поймите, что все эти назначения позволяют закрепиться на важных, скажем так, портфельных вопросах. На еще один цикл политический. Потому что омбудсмен на 7 лет избирает за счетная палата. Точно так же. То есть, вполне возможно, что Рада будет смениться, а эти кадры останутся. Еще очень интересный момент, это как раз неприкосновенность наших народных депутатов. Потому что, мне кажется, что все более важным становится вопрос, может, стоит снять неприкосновенность не только с отдельных взятых депутатов-нарушителей, а и со всех депутатов, судей, с президента. Такая инициатива звучала на этой неделе. Ее и поднимали и на Согласительном Совете, и с трибуны. Поднимали представители оппозиционного блока. Я думаю, что это тоже станет одной из топовых тем. Но мне кажется, что пока Рада 8-го созыва не готова к таким решениям, хотя оно уже назрело. Я напомню, законопроект о снятии, точнее, ограничении депутатской неприкосновенности, он сейчас находится в Конституционном суде. После того, как Конституционный суд даст свое заключение, Верховная Рада уже на этой сессии должна голосовать во втором чтении. Интрига будет в том, а будет ли 300 голосов. Вот в этом уверенности нет. Но на самом деле, я думаю, что это действительно будет одна из тем, особенно в контексте истории и с Савченко, и с Бакулиным, и целым рядом других депутатов. Я думаю, что вокруг этой темы будет большой общественный резонанс. Смотрите, несколько месяцев подготовки к вот этому кадровому пассианцу решили только три вопроса. У нас уже такая очередь законопроекта в Верховной Раде накопилась, что им нужно работать, я даже не знаю, с тахановскими темпами, днем и ночью, чтобы все успеть принять до конца хотя бы этой сессии. Как вы думаете, торги по каким вопросам сейчас идут? Чего можно ждать? ЦВК в первую очередь. Тем более, давайте забывать, что 13 вакантных позиций, и это голосование по каждому отдельно. Вполне вероятно, что это целый рабочий день, а может быть даже и два. И не факт, что выберут всех 13 членов. Вполне возможно, что останутся какие-то даже вакантные позиции, так как они являются дискуссионными. Плюс непонятно, насколько полным будет представлено все депутатские группы и фракции, потому что, знаете, до сих пор остается интрига, смогут ли часть фракции предоставить своих представителей. Вот, допустим, в Батьевщине дали оппозиционный блок пока тоже не представлен. Посмотрим, как это будет, потому что оппозиция тоже должна быть представлена. Опять-таки, ЦВК тоже на 7 лет избирается, это тоже может быть важно и для следующего избирательного цикла. Владимир, Смолей наконец-то стал главой Нацбанка, после 10 месяцев убрали ему приставку ИО. Он сказал в своей речи, я только что зрителям об этом напоминал, о том, что без важных законопроектов, которые зависли в Раде, экономику поднять нам не удастся. Как вы думаете, есть ли шанс у нового главы Нацбанка на тесное сотрудничество, главное, плодотворное с парламентом в этом вопросе? По крайней мере, депутаты у нас об этом нигде не говорят. Ну, одно уточнение, задача Нацбанка все-таки не поднимать экономику, а обеспечивать финансовую стабильность в стране, а экономикой занимается правительство. Но одна из главных их задач возобновить кредитование. Да, вот это важно. Согласитесь, крышка, скорее всего. Напомнил сегодня, что желательно бы постепенно снижать учетную ставку. Поэтому, да, эта задача актуальна. Что касается сотрудничества Нацбанка с парламентом, некоторые из депутатов, которые выступали при представлении Смолия, они говорили, что сейчас ситуация, когда он был исполняющим обязанности, стала лучше, чем при Гонтревой. Ну, у Гонтревой возникли конфликтные отношения с очень многими депутатами, различными депутатскими фракциями и группами. Наверное, это мешало. Смолий настроен более конструктивно. То есть есть надежда на то, что он станет более компромиссной фигурой. И он очень осторожный. Он очень осторожный, да. Но он понимает, что его судьба зависит от депутатов, поэтому будет сотрудничать. Понятно. Спасибо вам за эти ответы. Александр Ильич Медилов, Владимир Фисенко отвечали на мои вопросы.